Бугенвилея комнатная Бугенвилея комнатная Растения содержат в хорошо освещенном, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре 22-25 градусов тепла. Летом растения по возможности выносят на свежий воздух, при этом обеспечивают защиту от осадков. Бугенвилею комнатную поливают обильно по мере высыхания субстрата. Для поддержания влажности воздух вокруг растения регулярно опрыскивают водой. С марта по октябрь один раз в неделю вносят удобрения для цветущих растений с содержанием фосфора. Растения очень податливы в плане придания формы. При желании Бугенвилея комнатной можно придать форму штамбового дерева. Однако не следует пытаться направить побеги в нужном направлении, так как растение не любит принудительной смены ориентации побегов. В ответ на подобное действие может замедлиться рост и опасть листья. Поздней осенью побеги взрослых экземпляров обрезают на треть. К зиме Бугенвилея комнатная сбрасывает листву. Ранней весной подрезают побеги молодых растений. Побеги подрезают выше листовой почки или выше листа. Лучше всего ветрятся молодые экземпляры на взрослых растениях. Образуется мало боковых побегов. Растения размножают отводками, черенками, реже семенами. Семенной способ размножения затруднителен. Полуодневесневевшие побеги нарезают весной и в начале лета. Черенки с почкой перед посадкой в грунт обрабатывают стимулятором корнеобразования. Черенки укореняют из смеси торфа и песка в светлом месте под пленкой при температуре выше 25 градусов. Черенки укореняют в течение месяца. Подросшие черенки пересаживают в отдельные горшки. Побеги подрезают для стимуляции образования новых боковых побегов. Размножение отводками можно проводить в течение года. Молодые гибкие побеги надрезают в нескольких местах. Надрезанные побеги пригибают к земле и пришпиливают. Для этого рядом с материнским кустом встают еще один горшок, наполненный питательным грунтом. Место соприкосновения побега с землей регулярно поливают. После укоренения отводок отделяют от материнского куста и сажают в отдельный горшок. Болезни и вредители. Может страдать от тли, паутинного клеща, мучнистого червеца, щитовки. От переизбытка влаги в почве листья могут опадать. Корневая система может загнивать. При недостатке света и питательных веществ в почве предсветники не окрашиваются. Всего доброго вам, успехов и до свидания.